Глава четвертая. О нравах скандинавских народов, о неправильном произношении некоторых географических названий и о применении белок в морском деле. Пришли назад в Норвегию, в город Ставангер. Эти моряки оказались благородными людьми и приняли нас великолепно. Меня и Лома поместили в лучшие гостиницы. Яхту за свой счет покрасили самой дорогой краской. Да что там яхту? Белок и тех не забыли. Выписали на них документы, оформили как груз. А потом приходят и спрашивают. Чем прикажете кормить ваших милых животных? А чем их кормить? Я в этом деле ничего не понимаю. Никогда белок не разводил. Спросил у Лома. Тот говорит. Точно не скажу. Но помнится орехами и сосновыми шишками. И вот, представляете, какая случайность. Я свободно объясняюсь по-норвежски, а вот эти два слова забыл. Вертится на языке, а вспомнить не могу. Как отшибло. Думал, думал. Как быть? Ну и придумал. Послал Лома вместе с норвежцами в бокалейную лавочку. Посмотрите, говорю. Может быть, и найдете, что подходящее. Пошел он. Потом вернулся. Доложил, что все в порядке. Нашел, мол, и орехи, и шишки. Меня, признаться, несколько удивило, что в лавке торгуют шишками. Но, знаете, в чужой стране чего не бывает. Может, думаю, для самоваров или там елки украшать. Мало ли для чего. А вечером прихожу на беду. Посмотреть, как идет окраска. Заглянул в трюм к белкам. И что бы вы думали? Лом ошибся. Но до чего же удачно ошибся? Гляжу. Сидят мои белки, как на именинах. И за обе щеки уплетают ореховую халву. Халва в банках. И на каждой на крышке нарисован орех. А с шишками еще лучше. Вместо шишек привезли ананасы. Ну и действительно, кто не знает, легко может спутать. Ананасы, правда, размером побольше. А в остальном, похоже. И запах тот же. Лом там в лавочке, как увидел, ткнул пальцем туда-сюда. Вот оно так и получилось. Ну, стали нас водить по театрам, по музеям, показывать различные достопримечательности. Показали, между прочим, живую лошадь. Это у них большая редкость. Ездят там на автомобилях, еще больше ходят пешком. Пахали в то время своими силами, вручную. Так что лошади были им ни к чему. Как их помоложе повывезли, постарше, так передохли. А которые остались, так те стоят в зоопарках, жуют сено и мечтают. И если выведут лошадь на прогулку, сейчас же собирается толпа. Все смотрят, кричат, нарушают уличные движения. Все равно, как у нас, пошел бы жираф по улице. Так кто же, я думаю, старшина не знал бы, какой свет на светофоре зажигать. Ну, а нам лошадь не в диковинку. Я даже решил удивить норвежцев. Схватил ее за холку, вскочил, пришпорил каблуками. Норвежцы ахнули. А на другое утро все газеты поместили статью о моей храбрости и фотографию. Мчится лошадь вскачь. И я на ней. Без седла. Китель расстегнулся, трепещет на ветру. Фуражка сбилась, ноги болтаются, а у лошади хвост трубой. После я понял. Неважная фотография. Недостойная моряка. Но тогда сгоряча не обратил внимания и даже был доволен. И норвежцы остались довольны. Вообще, нужно сказать, приятная эта страна. И народ там хороший такой, знаете, тихий народ. Приветливый. Добродушный. Я там в Норвегии не раз, конечно, и прежде бывал. И с молоду помню, такой у меня вышел случай. Высадились мы однажды в одном порту. Оттуда мой путь лежал по железной дороге. Ну-с, прихожу на станцию. Поезд не скоро. С чемоданами гулять, прямо скажем, затруднительно и неудобно. Разыскал я начальника станции, спрашиваю, где тут у вас камера хранения? А начальник, славный такой старичок, развел руками. Извините, говорит, специального помещения для хранения ручной клади у нас не предусмотрено. Но это ничего. Вы, говорит, не стесняйтесь. Оставьте тут ваши чемоданчики. Они никому не помешают, уверяю вас. Вот так-то. А недавно, дружок мой, оттуда прибыл. У него, представьте, в поезде, из купе, увели чемодан. Да что там говорить, многое изменилось в нравах и в обхождении. Ну, как же знаете, в войну немцы там побывали, новый порядок наводили. И сейчас посещают страну разные просветители, поднимают образ жизни на должную высоту. Ну и, конечно, пообтерся народ. Стал порасторопнее. Теперь уж и там понимают, что где плохо лежит. Культура. Ну, а в то время жили там еще по старинке. Тихо жили. Но не все. Были и тогда в Норвегии люди, так сказать, передовые, вкусившие от древа познание добра и зла. Вот, допустим, владельцы крупных магазинов, заведений, фабрик. Эти и тогда понимали, где что плохо лежит. И меня это тоже коснулось самым, так сказать, непосредственным образом. Есть там фирма одна. Производят телефоны, радиоприемники. Так вот, пронюхали эти фабриканты про мой зуб и забеспокоились. Да и понятно. Ведь если все станут на зуб принимать, никто и приемников покупать не будет. Урон-то какой. Тут забеспокоишься. Ну и решили, недолго думая, завладеть моим изобретением. Да и моим зубом заодно. Сначала, знаете, так это по-хорошему прислали деловое письмо с предложением продать мой дефектный зуб. А я рассудил, думаю, с какой же это стати? Зуб-то еще ничего. Кусать можно. А что с дуплом, так это уж, извините, мое дело. У меня вот один знакомый есть. Так он даже любит, когда у него зубы болят. Конечно, говорит, когда болят, действительно и больно и неприятно. Но зато, когда пройдут, уж больно хорошо. Да. Ну, я ответил, что не продаю зуб. И все тут. Так думаете, они успокоились? Как бы не так. Решили выкрасть мой зуб. Появились какие-то негодяи. Ходят по пятам за мной, заглядывают в рот, шепчутся. Ну и стало мне не по себе. Хорошо, как один зуб. Так уж и быть. А ну-ка, для верности заберут совсем. С головой. Куда я без головы пойду плавать? Вот я и решил уйти от греха. Запросил в порту отправление инструкции по вопросу о белках. А сам, чтобы защититься от злоумышленников, принял особые меры. Взял дубовую сходню, один конец засунул под ворота пак гауза, другой под дверь кубрика и приказал лому грузить беду балластом. Яхта осела до фальшборта. Сходня согнулась, как пружина, одним только краешком держится под дверью. Я перед сном осмотрел, проверил готовность этого сооружения и спокойно улегся спать. Даже вахту не выставил. Незачем. И вот, знаете, под утро пришли. Я слышу осторожные шаги, скрип двери. Потом вдруг трах, сходня выскочила из-под двери, разогнулась. Я выхожу и вижу. Подействовала моя катапульта, да еще как. Тут на берегу была радиостанция, так этих негодяев забросила на самую верхушку, на мачту. Они там зацепились штанами, висят и орут на весь город. Как уж их снимали, не могу вам сказать. Не видел. Тут как раз пришел и ответ из Порта с предписанием сдать белок в Гамбург. Был там знаменитый зоопарк Гаденбека. Так он скупал различных зверей. Я уже имел случай докладывать о некоторых преимуществах спортивного плавания. В спортивном плавании сам себе хозяин. Куда хочешь, туда и идешь. А уж если связался с грузом, тогда все равно как извозчик. Воз же в руках. А везешь, куда прикажут. Вот, допустим, Гамбург. Да разве я пошел бы туда по своей охоте? Чего я там не видел? Шуцманов, что ли? Ну и опять же, знаете, усложняется плавание. Появляется всяческая коммерческая переписка. Соображение сохранности груза. Таможенные формальности. Тем более в Гамбурге. Народ там не в пример норвежцам. Тертый, невежливый. Того и гляди обдерут, как липку. Кстати, знаете, никак не пойму, почему это у нас твердо так произносится. Гамбург. Неправильно это. Тамошние жители называют свой город Хамбург. Оно и звучит помягче. А главное, больше соответствует действительности. Да, но расприказано, надо подчиняться. Привел в Гамбург беду. Поставил у стенки. Сам оделся почище. И пошел разыскивать Гаденбека. Прихожу в Зверинец. Там, знаете, и слоны. И тигры. И крокодил. И птица-марабу. И белка эта самая висит тут же в клетке. Да какая еще белка? Не моим чета. Мои-то бездельницы. Сидят в трюме. Объедаются халвой. А у этой сделана вертушка. И она там все время как заводная. Как белка в колесе, так и прыгает. Так и вертится. Заглядишься. Ну-с, разыскал я самого Гаденбека. Представился и объяснил, что имею на борту полный груз белок. Живьем по сходной цене. Гаденбек посмотрел в потолок. Сложил руки на животе. Покрутил пальцами. Белки, говорит. Это такие с хвостиками и с ушками. Как же знаю. Так у вас белки. Ну что же, я возьму. Только, знаете, у нас очень строго с контрабандой. Документы на них в порядке? Тут я с благодарностью вспомнил норвежцев. И выложил на стол документы. Гаденбек достал очки. Взял платочек. Неспеша стал протирать стекла. Вдруг откуда ни возьмись. Хамелеон. Прыг на стол. Высунул свой язычище. Слизнул бумагу. И был таков. Я за ним. Да где там? А Гаденбек сложил свои очки. Развел руками. Без документов, говорит. Не могу. Рад бы. Да, не могу. У нас насчет этого очень строго. Я расстроился. Стал было спорить. Ну, вижу, делать нечего. Ушел. Подхожу к пристани. Смотрю. На беде что-то неладно. Толпа зевак кругом. На борту шуцманы. Таможенники. Портовые чиновники. Наседают на лома. А тот стоит в середине и кое-как отругивается. Я протолкался, успокоил их и разузнал, в чем дело. А дело приняло самый неожиданный и неприятный оборот. Гаденбек, оказывается, уже позвонил в таможню. А там подобрали статью. Обвинили меня в незаконном возе скота. И грозят отобрать судно вместе с грузом. А мне и возразить нечего. Действительно, документы утрачены. Специального разрешения на ввоз белок я не получал. Если правду сказать, кто ж поверит. Доказательств нет никаких. А смолчать еще хуже. Словом, вижу, дело табак. Эх, думаю, куда ни шло. Вы так, и я так. Одернул китель, выпрямился во весь рост. И самому главному чиновнику заявляю. Требования ваши, господа, чиновники, не обоснованы, Поскольку в международных морских законах прямо предусмотрен пункт, Согласно которому непременные принадлежности судна, Как то якоря, шлюпки, разгрузочные спасательные приспособления, Средства связи, сигнальные устройства, Топлива и ходовые машины в количестве необходимом для безопасного плавания Никакими портовыми сборами не облагаются И специальному оформлению не подлежат. Совершенно с вами согласен, отвечает тот. Но не откажитесь объяснить, капитан, Какой именно категории названных предметов Относите вы своих животных? Я было стал в тупик. Но вижу, отступать уже поздно. Последний, господин чиновник. Категории ходовых машин, ответил я и повернулся на каблуках. Чиновники сперва пешили, потом пошептались между собой, И опять главный выступил вперед. Мы, говорит, охотно откажемся от наших законных претензий, Если вы сумеете доказать, Что имеющийся на борту вашего судна скот Действительно служит вам ходовой машиной. Вы сами понимаете, доказать такую вещь нелегко. Где там доказывать? Время, время оттянуть бы. Видите ли, говорю я, Ответственные части двигателя находятся на берегу, В ремонте, а завтра, извольте, Представлю вам доказательства. Ну, ушли они. Но тут же, рядом с бедой, смотрю, Поставили полицейский катер под парами, Чтобы я не удрал под шумок. А я, понимаете, забился в каюту, Вспомнил ту белку, что у Гаденбека, Взял бумагу, циркуль, линейку И стал чертить. Через час мы вместе с ломом пошли к кузнецу И заказали ему два колеса, Как у парохода, А третье вроде мельничного. Только у мельничного ступеньки снаружи, А мы сделали внутри. И с двух сторон натянули сетку. Кузнец попался расторопный, Понятливый. Сделал все к сроку. На другой день, с утра, Привезли все это хозяйство на беду. Пароходные колеса пристроили по бортам, Мельничное посередине. Соединили все три колеса Общим валом и запустили белок. Грызуны, знаете, ошалели от света, От свежего воздуха, Понеслись, как бешеные, Одна за другой по ступенькам Внутри колеса. Вся наша машина закрутилась, И беда без парусов пошла так, Что полицейские на своем катере На силу за нами угнались. Со всех кораблей на нас смотрят в бинокли, На берегу толпы народа, А мы идем. Только волны разбегаются в стороны. Потом развернулись, Встали назад, К причалу. Этот самый чиновник пришел, Расстроился совсем, Бронится, Кричит, А сделать ничего не может. А вечером на автомобиле Прикатил сам Гаденбек. Вылез из машины, Встал, Посмотрел, Сложил руки на животе, Покрутил пальцами. Капитан Врунгель говорит, Это у вас белки? Как же, Помню, Во сколько вы их оцениваете? Так видите ли, Говорю я, Не в цене дело. Вы же знаете, Документы на них Утрачены. Хе, Полно, Возражает он, Не тревожьтесь, Капитан, Вы не мальчик, Должны понимать, У нас с этим делом просто. Вы цену скажите. Ну, Я назвал хорошую цену. Он поморщился, Но, Не торгуясь, Тут же расплатился, Забрал белок Вместе с колесами, А напоследок спрашивает, Чем вы их кормите? Халвой И ананасами, Ответил я, И распрощался. Не понравился мне Этот гаденбек, Да и гамбург Вообще не понравился. Продолжение следует... Продолжение следует...